Секретарь правления Союза писателей России, председатель литературного фонда страны Валерий Поваляев, вновь приехал в Коми, чтобы лично представить читателям две новые книги. «Оружью отдайте сыну» и «Первый понедельник осени». В них описаны события, которые происходили в Верховье в Выме. Критики обратили внимание, что в своих произведениях автор пытается примирить красных и белых, ибо каждому из них дорога Россия. Так, 12 лет назад для подготовки книги о генерал-лейтенанте Григории Семенове, одном из руководителей антибольшевистского движения в Забайкалье, он уже приезжал в Севктывкар, когда-то здесь отбывала наказание дочь Семенова. Дважды она пыталась бежать, но в последнем побеге была смертельно ранена. Дело до сих пор носит гриф «Секретно». В детективной стезе Поваляев уже успел увековечить в своих работах историю осужденного за взятку замминистра промышленности Виктора Стоцкого, который в 2000-х курировал лесной отрасль Коми. Также писатель досконально изучил подробности дела бывшего вице-мэра Усинска Марата Кубайдулина, который примерно в то же время был осужден за присвоение бюджетных средств. Ведь все люди такие, как Колчак, Атаман Семенов, Владимир Капель, самый умный был генерал в белом движении, они все пришли с фронта героями. И если бы они не ввязались в гражданскую войну, мы бы их вспоминали в России, как героев России, как героев своей родины. Но они втянулись в противоположную сторону гражданской войны и проиграли эту войну. Сейчас Валерий Дмитриевич редактирует книгу о Юрии Скуратове, легендарном генеральном прокуроре Ельцинской эпохи. Автор признается, что времени на это уходит много, но тем не менее параллельно это не мешает ему готовить к изданию еще две книги, посвященные революционеру Григорию Котовскому, который в свое время сделал карьеру от уголовного преступника до члена Союзного Украинского и Молдавского Центрального Исполнительного Комитета.